Марак Обам опустил слезу, объявляя о новых мерах по ограничению оборота оружия. Эмоциональную реакцию вызвали воспоминания о жертвах массовых расстрелов. По статистике, только в этом году в США в результате инцидентов, связанных с применением оружия, погибли более 30 тысяч человек. Столько же, сколько в дорожно-транспортных происшествиях. Соединенные Штаты не единственная страна на Земле, где есть жестокие и опасные люди. По своей природе мы не более склонны к насилию, чем остальные. Но мы единственная развитая страна, в которой этот вид массового насилия встречается так часто. Такого нет в других развитых государствах. Даже близко. Среди предложенных мер лицензирование продавцов и частная проверка биографии покупателей. Причем принять их придется в обход Конгресса. Республиканцы категорически против нововведений и уже пригрозили подать на президентов в суд за попытку ограничить действия второй поправки Конституции. Именно она гарантирует американцам право на свободное ношение оружия. Кроме того, республиканские кандидаты на пост главы государства как один заявили, что отменят действия указа Обамы, как только сами займут Белый дом. Жители страны тем временем бросились скупать винтовки и пистолеты.